Ну, ты слышала, что сказал кардиолог? Беременность – это риск для тебя. И я, как гинеколог, могу тебе сказать, что твое состояние в целом тоже не очень, но я буду рожать. Даже если это опасно для моего здоровья, я не откажусь от своего ребенка. Пойми, Росса. Доктор тебе все ясно сказал. Моя материнство может стоить тебе жизни. А зачем мне жить без мечты? Бог дал мне ребенка. Это будет смыслом моей жизни. Иначе я тоже умру. Как тогда, когда приехала в Мехико. И дни мои были почти сочтены, но неужели нет ничего? Ничего такого, ради чего тебе стоит бороться. Твоя мама, Росса. Ты ей нужна? Нет, Карлс. Я никому не нужна. Ну тогда, подумай обо мне. Ты знаешь, как я тебя люблю. Ты знаешь, как мне было больно от того, что произошло. И несмотря на это, ты для меня по-прежнему особенная девушка, не такая, как другие. Я тебе сказала, Карлс. Ты не должен ничего выдумывать. Я не стою того. Это не тебе судить, а мне, Росса. И для меня, что бы ни случилось, ты будешь самым главным в жизни. Да ладно тебе. Ты не можешь так со мной говорить, зная, что я позволяю доказать тебе мою любовь. Но когда я тебе рассказала о том, что случилось, твоей первой реакцией было презрение. Да не презрение было. Это было... Было... Горячью. Я же мужчина, Русита. А? И у меня есть чувства. И мне больно. Ну, давай не будем об этом. Давай поговорим о том, что я могу для тебя сделать. Позволь мне составить тебе компанию, а? Быть всегда рядом с тобой. И послушай, что тебе сказал кардиолог. Ты не можешь иметь этого ребенка. И вместо этого у тебя будут другие мечты. Ты сможешь помочь своей маме жить дальше. Я не хочу, Карлос. Я не хочу жить без моего ребенка. Это же ребенок, ты понимаешь? И я тебе скажу, даже если мне это будет стоить жизни, я от него не откажусь. Наверное, Дон Густаво встретился с друзьями, и поэтому не пришел. Но еще со вчерашнего дня, Русита, со вчерашнего дня. Вы его уже везде искали, куда он обычно ходил, да? Да, Рауль обошел все близлежащие места, и... Что с Густаво? Ничего. Не знаю, не нашел. Но тогда с ним что-то случилось. Если бы с ним все было в порядке, он бы тогда хоть позвонил? Вы давайте поезжайте в ресторан. Глория, успокойся, а я продолжу его поиски. Но где, Рауль, где? Не знаю, где-то же он должен быть. И я его найду. Поехали, Глория. Мы не должны допустить, чтобы нас выгнали, как бы хорошо к нам не относился сеньор Сараби. Правда, Рауль, а? Ты будешь его искать, да? Ну, конечно, Глория, конечно. Но меня беспокоит, что завтра я должен вылетать в Рим. Значит, оставишь меня одну? Нет, мы не одни, Глория. Мы во всем можем рассчитывать на Карлоса. До моего отъезда мы должны решить нашу с тобой ситуацию. Мне нечего с тобой решать. Пойдемте, Глория. Я вас отвезу. Не надо. Карлос нас уже ждет. Это был Рауль. Он говорит, что нашел Дона Густаво. Ай, ради бога, Россия-то.